Здравствуйте! С вами программа «Модный приговор» на Первом канале. Заседание модного суда я объявляю открытым. Анна Бутенко, 34 года, консультант по продаже мебели, замужем, двое детей. Будущий муж Руслан мечтал о жгучей длинноволосой брюнетке в короткой юбке на высоких каблуках. Но жизнь распорядилась иначе. Невзрачная блондинка Анна в джинсах, свитере и валенках ворвалась в его жизнь. Всего два года понадобилось Ане, чтобы довести Руслана до ЗАГСа. А ему не хватило и пяти лет, чтобы изменить ее внешний вид в соответствии со своим идеалом. Окончательно потеряв надежду самостоятельно преобразить жену, Руслан умоляет модный суд сделать это принудительно. Обвиняется в непонимании. Женить на себе мужчину еще не достижение. Главное, чтобы он об этом не пожалел. Итак, мы слушаем дело о том, почему зверь от ловца бежит. Руслан Бутенко обвиняет свою жену. А оно в том, что она женила его на себе, успокоилась и выглядит непривлекательно. Обвинение, как всегда, представляет утонченная Эвелина Хромченко, эксперт моды, человек, знающий о моде все и даже больше. Защиту представляет невероятно цветущая народная артистка России Надежда Бабкина. Сегодня она поможет продавцу мебели из города Видное отстоять ее права. И я ведущий модного суда, историк моды Александр Александрович Васильев. Руслан, пожалуйста, подойдите к трибуне. Руслан, с добрым утром. Расскажите нам, что значит женила на себе и почему отказывается одеваться? Значит, женила на себе. Одевалась красиво до свадьбы. Пока встречались, все было красиво, замечательно. Но после свадьбы как-то на себя... Ну, правильно, дети, семья. А до свадьбы наряжалась? Так она была в поиске. Ну, понятно, что в поиске. Не, а в чем она была вот до свадьбы? В чем, расскажите ее наряд какой. В брючках, блузочка. Ну, как к девушке одевается, чтобы привлечь молодого человека. Очень женственно. Очень женственно, да. Вот смотрите, какой ваш муж. Франт, а вы что ему не соответствуете? Красавчик стоит. Рубашка как у Васильева прям. Как у Васильева, очень похожа. Да, эффективно, эффективно. Ну, во-первых, я когда вышла замуж, у меня появились домашние хлопоты. А у других не появляются? У других тоже они есть, я согласна. Вскоре я стала мамой. С маленьким ребенком особо не походишь в платьях. В основном на детской площадке в чем ходят? В джинсах, в кофточках, в спортивных костюмах. Поэтому мне так больше удобно, комфортно. Ну, Вы понимаете, что Ваш муж, хоть и живет в городе Видное, он видный мужчина. Ну, а я видная девушка. Да, вот поймите. Куда в гости выйти, видно одно и то же. Вы понимаете, в чем дело? Вносит один и тот же уже на протяжении нескольких лет. Я говорю, один что-нибудь новое. Этой кофточке три года. Это Ваша самая нарядная кофточка? Да. Встаньте, пожалуйста, мы на нее полюбуемся. А почему Вы считаете ее нарядной? Потому что там вот всякие слова, да? Страза. Поэтому она вот такая яркая. Ну что ж, Эвелина, у Вас есть вопросы? Руслан, а неужели за пять лет ни разу Аня к Вам не прислушалась, не надела красивое платье для Вас, не порадовала Вас каким-нибудь бельем эффектным? Я прислушалась однажды на мое день рождения. Я как бы очень, ну, люблю больше, когда она брюнетка, но она все равно не слушается, все время в какие-то светлые, рыжие, там не пойму, какие цвета. Вот она на день рождения, да, она была в юбочках, в сапогах. Но в этой кофте. Ну, в этой кофте-то, и это потому, что она только приобрела ее, поэтому она в ней была, это как бы эффектно. И даже вот, когда друзья пришли на день рождения ко мне, они даже не узнали, говорят, это кто такая, такая девочка хорошая. Я говорю, как это, это же моя жена Аня. Они даже не узнали ее. Ну, после этого что? Опять по кругу мы идем. Как куда в гости, даже вот... Боите рассказывать, я понимаю вас. Давайте посмотрим на вещи. Вещи в студию, пожалуйста. Пожалуйста, Евелина, дайте оценку гардероба Анны Бутенко. Да, я уж чувствую, что мы здесь увидим. Я уже прям... О-о-о, черепа, я тоже против этого всего. Шла и чувствовала. Увижу я его, розовый плюшевый костюм, ненавистный нам. Увижу. А вы-то больше всего чего не любите на этой вешалке? Да вот платье, которое летнее, она все время... Вот посмотрите на него, разве его можно вообще куда-нибудь одеть? Это только... На пляж можно? Это же, мне кажется, страшно ходить. На пляж можно. На пляж? Криком, криком, криком. Ну это где-нибудь на закрытый пляж, если только. Посмотрите на это. Ну, это ковер, как будто бабушки на себя надели. Что вы говорите? Ну, зато она скрывает все мои недостатки. А где у вас недостатки? Какие недостатки у тебя? Где у тебя недостатки? Ну, у меня достаточно большая грудь и худенькие ножки. Нормальное дело, да? У нее недостаток большая. Большая грудь. И стройные ноги. И стройные ноги. И худые ноги. Два самых больших недостатков. Идите переодевайтесь, не могу я. Так, что тут еще есть? Слушайте, а может вы жмот и не даете жене денег на одежду? Да как же жмот? Правильно, вот почему у меня друзья говорят, ты, наверное, ей не даешь денег на одежду? Говорю, да как же нет? Говорю, пожалуйста, ну, всегда. Поезжай, сама ее приобрети, да? Конечно, да. Вот еще тоже красота. Это страшная сила. Невероятно. То есть вот, дорогие женщины, вот вы всерьез думаете, что встречая мужа в такой красоте, вы можете надеяться на цветы, духи, комплименты, розы в полный рост, и еще на то, что он научится танцевать вальс и играть на рояле серенады. А фиг вам. Давайте посмотрим на платье, а то майки что-то утомили меня уже за эти три минуты. Анна Бутенко на подиуме. Знаете, вот на фоне маек, это, пожалуй, самое прекрасное, что мы сегодня на Ане увидели. Ну, здесь ясно, почему мужу не нравится, потому что бесформенная, не видно ничего. Не видно ничего ни груди, ни тоненьких худеньких ног. У вас хорошие ножки. Где там худенькие-то тоненькие ноги? Прекрасные ноги. Какая красота! Боже мой! Надя, вы это видены. Да только мечтать. Хорошенькие. Да худенькие. Очень хорошие. Они не худенькие, они стройные. Садитесь, пожалуйста. Стройные. Присаживайтесь. Вообще, конечно, так иногда посмотришь, подумаешь, что женщинам некоторым нужно. Двое детей есть, муж касается женщин в плечах есть пока, ноги стройные есть, роскошная грудь есть, молодая, красивая. При этом почему-то ей кажется, что грудь и ноги это не плюсы, а минусы. Она хочет все это занавесить и ничего мужу не показать. Потому что в принципе, согласен на самом деле, даже на эти снулые тряпки. Главное, чтобы увидеть любимую. А любимая надевает на себя чехол от танка и делает все для того, чтобы муж ничего больше не увидел, ни пяди врагу. Где справедливость, я не понимаю. Спасибо большое, Эвелина. Присаживайтесь, пожалуйста. Я передаю слово Надежде Бабкиной. Руслан, у меня в деле написано, что благодаря Ане состоялась ваша семья. Она тебе полтора года добивалась. Что ты по этому поводу расскажешь? Вообще все началось с чего? Я вышел на балкон. Она с подружкой внизу. Жарили шашлыки. И смотрю, такая девочка голову подняла, глазками похлопала. Я так приметил, думаю, ну так ничего вроде это, интересная девушка. Я подумал, пойду спущусь. Поем жужжучка. Нет, нет, нет. Я думаю, надо выждать время, как бы почувствовать, да или нет. Через некоторое время я взял у подружки телефон ее, мы созвонились с ней. Я как бы приготовил там романтический вечер, то есть свечи, вино, ну все красиво, там цветы. Она пришла в гости, мы посидели с ней, пообщались так мило. Ну, как-то этим все и закончилось. Романтическим ужином? Да, романтическим ужином все закончилось. И потом через время что-то у меня внутри все равно как-то... Мутило, мутило. Мутило, да, да, да. Там вот это все не давало мне. Как-то я все отторгал ее, обижал все время. Да ты что! Да, было и такое. А чем она тебя взяла? Ну, не знаю, это, наверное, время. Все-таки... Полтора года добивалась. Друзья, друзья. Полтора года именно, я про это и говорю. Полтора года. Она все время вот мы... Ну, я, например, знаю, что она совершала романтические поступки тоже. Да, 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 да. Вот мы с друзьями летали в Черногорию отдыхать. Я прилетел, она меня встретила. Когда я пришел к нашей квартире, ну, к своей квартире, увидел, что там шары воздушные надуты, открытки там вот. Ну, все вот это красиво. То есть она праздник тебе устраивала по поводу приехал праздник, уехал печаль, постоянно о себе напоминала. Да, да, да. А ты стоял и сопротивлялся, как крейдер, держался. Да, 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 я держался до конца. Руслан, вот я тебе хочу сказать такую вещь. Вот, знаешь, она настолько самодостаточна, она такой силы с женщиной. Вот. Ты в данной ситуации был в роли девочки, а она была в роли мужчины. Поэтому она и в тренировочных костюмах, потому что она все время держит удар от тебя. Понял? Точка. Думай. Так оно и есть. Спасибо большое. Присаживайтесь, пожалуйста, Руслан. Эвелина, у вас есть свидетель, я слышу. Да, Александр. Свидетель у меня есть. Это коллега и подруга нашей героини. Вот, понимаете, Виктория тоже с мужем заодно объединила. Виктория, пожалуйста. Коллега, Виктория, здравствуйте. Доброе утро. Что вы можете добавить? Я каждый день наблюдаю эту картину, потому что мы с Аней работаем вместе. Просто я думала, что это происходит только на работе, ее внешний вид. И дома в гостях она выглядит иначе, но, как только что говорит Руслан, это совершенно не так. То есть вот этот костюм, который мы видели, кофта с джинсами, она вот так ходит на работу каждый день. И мы много говорили о том, что она работает в мебели, но это не просто мебель, это мебель премиум-класса. У нас очень обеспеченные, иногда знаменитые клиенты. При этом Аня выглядит вот так. То есть она выполняет роль не только продавца, скажем так, но и роль дизайнера. То есть она должна помочь человеку подобрать мебель под интерьер, посоветовать. Соответственно, в таком внешнем виде человеку трудно довериться, на мой взгляд. Я много раз ей говорила о том, что надо бы переодеться, но этого не происходит. Проблемы у нее по этому поводу на работе. То есть руководство пока лояльно, но уже были намеки. Вот. И надо что-то с этим делать. Надежды у нас нет больше, кроме как на вас. Как я вот сижу. Вот на вас, Надежда. Спасибо большое, Виктория. Присаживайтесь. Ну а сейчас мы вызываем Анну Бутенко. Продолжение этой истории и модные советы совсем скоро. Сегодня мы расскажем все о туши для ресниц. Не переключайтесь, оставайтесь с нами на Первом канале. Это программа «Модный приговор» на Первом канале. Мы слушаем дело о том, почему зверь от ловца бежит. Ань, ты можешь поподробнее рассказать? Потому что что-то Руслан рассказывал и мялся, стоял. Скажи мне, пожалуйста, ты зачем его добивалась? Руслан, это мой второй брак. Да, у меня... У вас уже были опытные случаи. Я рано вышла замуж в 20 лет. Ой. На тот момент я думала, что я созрела для семейной жизни в 20 лет. А оказалось не очень. В самое время, конечно. Нет, ну я думала, что на тот момент мой супруг тоже созрел. Ему было 24 года. А он был еще незрелый. Да, я очень ошиблась. Потому что когда мы поженились, то он продолжал гулять. Дома вообще его не было, можно сказать так. Когда у нас появилась дочь, я думала, что все-таки это как-то укрепит семью. Он будет чаще дома, он будет ухаживать за дочкой, уделять время мне. Но нет, этого не случилось. И в один прекрасный момент я поняла, что мне такая семья не нужна. И все. И когда Алинке, ну дочке исполнился год, мы с ним развелись. Потом у меня были мимолетные романы. Я искала... А ты говоришь, худые ноги. Ты понимаешь? Ты говоришь, большая грудь. Это не было помехой. Вот скажи, что ты искала? Ты искала что? Любовь большую, опору, защиту? Приключения. Или что ты искала? Нет, я, конечно же, искала семью. Я хотела, чтобы у моего ребенка был отец. Я хотела, чтобы у меня был муж. И вот, наконец-то, когда уже последний очередной роман пришел опять к неудачам, я все, отчаялась. Я поставила крест на своей личной жизни. И тут, значит, я от знакомых услышала, что надо поехать в Израиль. Ага. Это вообще надо-то всем. Подождите, подождите. В стене плача? В стене плача. Написать записочку? Написать записочку и попросить. Слушай, ты прям, я как в воду гляжу. Так, и чего? Ты пишешь. Нет, я действительно поверила в чудо. Я поехала в Израиль. Молодец, правильно сделала. И да, действительно, у стены плача я попросила. И приехала. Прошло полтора месяца. И я прихожу к подружке на шашлыки и смотрю. И тут вижу, он стоит. Мужчина, я вас боюсь. И тут он стоит, и ты подумала, судьба. Да, именно так я и подумала. Привет из Израиля. Записка заработала. И все, я начала ухаживать. Ну как, можно сказать, ухаживать? Нет, ты стала давать ему намеки, что смотри на меня, я здесь. Да, это называется выпасать. Да, да, да. Выпасать, да. Вот у меня в материалах дело написано, что это был не единственный мужчина, который не хотел тебя признавать. Также, кстати сказать, поступал и твой отец. Ну, да. У меня, в принципе, с папой и сейчас не очень хорошее отношение. То есть мама у меня в разводе с ним, и мы сейчас вообще с ним очень-очень редко общаемся. Он даже на день рождения меня не поздравляет. Когда моя мама приехала в Москву поступать в МГУ, она познакомилась, ну, с папой, с моим. Но он был очень зависим от своей мамы. Что мама скажет, так и будет. А бабушка, ну, его мама на тот момент не очень хотела, чтобы приезжая с Приморского края, ну, девушка, да, хомутала москвичат. Они категорически не хотели ребёнка в общежитии с детьми на тот момент. Ну, как, и учиться, и работать, и жить. И моя мама отправила меня к бабушке на воспитание. До, ну, получилось до шести с половиной лет, пока вот я не пошла в первый класс. За это время папа и бабушка вроде как уже гнев на милость. И сказали, хорошо, ладно, привози своего ребёнка. И так вот я приехала в первый класс, пошла уже здесь, в Видном. Вот. Ну, наверное, это, да, с детства отложилось, что... Так они сказали, своего ребёнка привози. Да, да, у меня до сих пор с ними такие отношения. То есть я до сих пор ни с папиной, ни с родственниками не общаюсь, они до сих пор меня не признают. Боже мой, какой кошмар. Я, в принципе, могу себя оценивать, что я воспитала себя сама. Вот, вот результат. Мама постоянно на работе, а папе... Никто не следил, не давал советы. Никто не следил, не давал советы. Вот, я воспитала саму себя. Ну и молодец, ты знаешь, ты прекрасно себя воспитала, а. Ты такой добрый, хороший человек. Руслан, я вообще не понимаю, что тебе надо? У тебя такой кладезь, знаешь, она с таким стержнем, на неё можно надеяться. Просто за неё держись, говори хорошие слова, потому что есть по поводу чего. Спасибо, Надежда. Эвелина, ваши вопросы, Аня. Аня, насколько я понимаю, из сложившейся ситуации, Руслан вас не ревнует, а вы, Руслан? Я Руслана ревновую всегда не потому, что он... Ну, он у меня, конечно же, очень красивый, остатный мужчина, но у меня вообще... Я сама по себе очень ревнивая. Я его ревновала и когда мы не были женаты. Заранее так. Ну, не то, что заранее. Ну, за годом, на всякий случай. Авансом. Авансом. А что, подумать не успела, а вы ему уже... Да, я уже ревнула. ...наказание выдали. И я даже вскрывала всей, как говорится, явки, пароли всей его соцсети. И как? Нашли? Следы преступления нашли? Нашли, конечно, нашла. Свету, Лизу, Марину, Катю, да? Да, всех удалила. Правильно. Всех в торзину. Всех узнала. Всех узнала. Скажите, пожалуйста, а вот эти все разговоры на тему ваших комплексов, на тему того, что у вас что-то там не так скроено от природы, они откуда взялись? Вас кто-то в детстве укорил вашими размерами, вашими параметрами? Ну, наверное, это идет не то, что из детства, а уже, ну, как бы, на работе коллеги там подшучивают, говорят, о, ну, у тебя и грудь, вот, и сначала выходит она, потом ты, или вот эти вот ножки-спички. Это кто, это, наверное, говорят женщины 56-го размера, точно? Вы, конечно, удивительная женщина, нам так до конца и непонятно, как же вы победили в борьбе за любимого мужчину, что стало причиной того, что вы вместе, при том, что он якобы не хотел. Может быть, это все наносное было, и на самом деле все он хотел, просто вот так вот решил завладеть вашим вниманием целиком и полностью? Нет, он не хотел, а я просто своей настойчивостью добилась его. Я просто ходила, ходила, ходила и стучала. Вода камень точит. Вот, например, вы добились своего, да? Все у вас теперь тьфу-тьфу-тьфу, хорошо и замечательно, а теперь муж воет и говорит, дайте мне красивую жену, почему она у меня все время в бабкиных трениках, цитирую, извините, Надежда. И вы никак не можете сделать для него то, чего, собственно, он от вас ждет, а именно нарядиться, чтобы он вас вывел в свет. Здесь-то что вам мешает? Ведь вы же уже победили. А он меня никуда не водит. Ни в кино, ни в кафе, ни в рестораны, ни в театры, никуда. Ну, у вас, в принципе, есть привычка, вы сами его можете куда хочешь вывезти. Да, есть. Ну, как он отказывается? Вы знаете, что меня больше всего изумляет? Что Руслан ни разу не пошел и не купил то платье, которое ему нравится, для того, чтобы мать его ребенка, его жена, выглядела так, чтобы он мог гордо вывезти ее с собой на корпоратив. Потому что это самое никуда не водит, касается мероприятий, связанных с работой Руслана. А там одни тетки работают на самом-то деле. И вот это вот обстоятельство очень не развлекает нашу очаровательную героиню. Ее милая личка часто выражает не удовольствие, а по поводу факта из их семейной жизни, который называется корпоратив. И вот сегодня нам нужно коренным образом решить эту проблему. Спасибо большое, Эвелина. А у нас с вами настало время модных советов. Большинство женщин считает тушь для ресниц самым незаменимым средством своей косметички. С года в год производители меняют формулу, добавляют полезные компоненты, придумывают замысловатые формы щеточек. Как же разобраться в этом изобилии и сделать правильный выбор, расскажет наш эксперт, визажист Юрий Стеллиров. Давайте, Юрий, поговорим о секретах и хитростях донесения туши на ресницы. Смотрите, в первую очередь у нашей модели ресницы не самые густые, которые бывают, и не самые редкие, которые существуют. Неплохие. Она вообще очень миленькая. Но даже в этом случае мы можем воспользоваться специальным кёрвером. Именно этим кёрвером или щипцами для завивки ресниц мы сможем приподнять ресницы для того, чтобы глаз выглядел более открытым. Чтобы дуга была более изогнута. Смотрите, в данном случае ресницы неплохие, уже приподняты. Да. Для этого образа нам не нужны экстремально объёмные ресницы. Абсолютно не нужны. Поэтому существуют туши, кстати, очень с модным эффектом, которые создают эффект так называемых паучьих лапок или густокрашенных ресниц. Для того, чтобы создать этот эффект, нам нужна кисточка с очень большим шагом между волосками. Я понимаю, широкая такая кисточка. Модный эффект густокрашенных, структурных, суперобъёмных ресниц в данном случае мы делать не будем. Нам это не нужно. Однако это очень модный эффект, я бы его имел в виду. В данном случае, мне кажется, было бы наиболее логично взять тушь, которая с одной стороны даст объём, с другой стороны хорошо разделит ресницы, и при этом будет хорошо их структурировать. То есть поддерживать тот эффект, который я создал при помощи... Я понял. Кёрвера. Сол для завивки. Кёрвера, совершенно верно. Поэтому я возьму, честно, мою самую любимую тушь, у которой с одной стороны кисточка имеет короткие волоски. Понимаю. А с другой более длинные. Совершенно верно. И это, конечно, удобно. С одной стороны, я придам им объём. Объём у прикорневой зоны, который в данном случае наиболее логичен. И при этом она хорошо окрасит всю длину и зафиксирует ресницы в том положении, которое мы изначально задали. Но... Да, это было бы замечательно. Есть моменты. Сначала мы окрашиваем нижние ресницы, а потом верхние. Как вы считаете, почему? Ну, я думаю, для того, чтобы не задеть верхними ресницами нижние. Нет. А почему? Когда мы окрашиваем сначала верхние, а потом нижние, если тушь ещё не высохла на верхних ресницах... Да, вот именно, мы можем задеть. ...в процессе окрашивания нижних ресниц мы можем испачкать веко. Да, и они могут просто отпечататься. Совершенно верно. А вдруг там находятся цветные тени, и нам придётся всё переделывать. Например. А всем ли нужно подкрашивать нижние ресницы? Нет. Ведь некоторые говорят, что это не нужно. Есть несколько моментов. Во-первых, если есть синяки под глазами, нижние ресницы лучше не окрашивать. Я понимаю, потому что это может дать дополнительную тень... Именно. ...и какое-то внимание на эти синяки. Вы потрясающе разбираетесь в макияже. Да. Мы окрашиваем нижние ресницы. Причём достаточно контрастно. Не обязательно окрашивать всю длину. Иногда... Вот я вижу, вы это делаете не по всей длине. Я максимально стараюсь акцентировать прикорневую зону. Посмотрите, глаз смотрится более открытым. Понимаю. То есть вы начинаете с самой... Ну да, прикорневая зона – это то, откуда растёт сама ресничка. Совершенно верно. И, конечно, эффект очень-очень интересный. Вот пока вы красите, я хочу напомнить телезрителям, что в советское время, когда не существовало такой жидкой туши, тушь была твёрдая. Брали чёрный гуталин для обуви и смешивали с хозяйственным мылом. Не приведи, Господи, если бы она потекла. Варили в маленькой кастрюльке, правильно. И когда эта жидкость была уже переварена, она застывала. Она застывала у них где-то такое в холодильнике, а её предварительно расфасовывали в спичечные пустые коробки. И, конечно, когда начинался дождь, всё это мне рассказала мама знаменитого художника Михаила Шемякина, актриса Юлия Притеченская, которая покупала такую тушь в своё время на Невском проспекте в Переходе и пользовалась ею в 30-е годы. Это был кошмар. Мы окрасили нижние ресницы, теперь мы приступаем к верхним. И обратите внимание на важные моменты. С одной стороны, если вы хотите прокрасить ресницы от прикорневой зоны, нужно кисточку немножко задержать у корня, а потом медленно довести до конца. Если мы хотим сделать объём по всей длине, в этом случае я бы задержал кисточку на концах ресниц, а потом приступил к окрашиванию от корня. Очень интересно. У меня есть одна очень важная фишка для всех женщин, которые пользуются тушью. Я замечаю, что практически большая часть женщин не умеют правильно прокрашивать внешний угол глаз вот здесь. Если вы хотите прокрасить эффективно внешний угол глаз и при этом приподнять внешний угол ресниц, нужно кисточку перевернуть. То есть кончик кисточки должен смотреть к внешнему углу глаза. Понимаю. Приподнимаем подбородок, окрашиваем ресницы в сторону центра, вот таким образом, не боясь того, что они будут смотреться слишком интенсивно загнутыми в сторону центральной части лица. Да. И затем наносим ещё один слой к внешнему углу глаз. Очень красиво. В этом случае объём сохраняется у прикорневой зоны, а ресницы смотрятся очень аккуратно окрашеными. Спасибо, Юрий. У нас в гостях был визажист Юрий Столяров. Я хочу напомнить, что на нашем официальном сайте модной.тв вы найдёте не только всё от уши для ресниц, но и другие полезные советы. А также может получить консультацию стилистов о том, как изменить себя и свой гардероб. Начните своё преображение с модным приговором. Анна идёт в магазин, чтобы выбрать три комплекта одежды на свой вкус. И совсем скоро мы увидим её выбор на этом подиуме. Не переключайтесь. Будьте любезны. Оставайтесь с нами. Это программа «Модный приговор» на Первом канале. Мы слушаем дело о том, почему зверь от ловца бежит. Итак, Аня ходила в магазин, выбрала там три новых комплекта одежды. Давайте посмотрим на новые Анины образы. Просим вас на подиум. АПЛОДИСМЕНТЫ Анна, для какой цели вы подобрали этот наряд? В этом наряде можно ходить и с ребёнком на прогулку, и в гости, и в торговые центры, магазины. В принципе, и даже на работу. На работу ни в коем случае. Смотрите, в принципе, у вас таких нарядов на вешалке было уже очень много. И джинсики, и вот эти монашеские сандалики. Это распашонка, третий месяц беременности. Ну, цель непонятна. Спросим супруга. Да это опять она то же самое одевает. Ну, вот посмотрите, вы же видите. Мы видим, Руслан. То же самое. Вот откуда уходим, туда приходим. Давайте выслушим нашего независимого эксперта. Заслуженная артистка России. Елена Валюшкина. Здравствуйте, Леночка. Спасибо, что пришли. Дайте оценку. Ну, во-первых, про распашонку, да, Александр, правда, сказал. Это что-то такое. Ждем мальчика. Это что-то для огорода, понимаете. Намек, намек. Ждем. Вот про вот это сочетание вам нужно просто забыть. Вот последний раз посмотрите и проститесь с этим. Да. Спасибо вам большое. Вступайте переодеваться. Надежда, вам слово. Ну, вот знаешь что? Вот она добилась своего счастья, казалось бы, да? А теперь она служит рабой. Просто конкретная домработница. Ты говоришь, ну вот видишь опять. А ты хоть бы раз ей сказал. Ань, пойдем я тебе покажу красивое платье. Ты померяй. Скажи, что она хороша собой. Что я заблуждался, я многих вещей не видел и не знал, я был глупец. Ты прекрасна. И как только она это услышит, она будет расцветать. И ты скажешь, боже, что происходит? Спасибо большое. Эвелина, вам слово. Слушайте, ну наша героиня совершает типичную ошибку для очень многих женщин, которые почему-то стесняются размер своей груди. Совершенно забывая напрочь о том, какие перетерпевают муки дамы, не имеющие этого размера и желающие его получить. Что же касается вопроса, связанного с рубашечкой, то как только появляется такая форма, так сразу же кажется, что у женщины есть что скрывать под грудью. Кажется, как будто бы у нее с талей проблемы, с бедрами какие-то проблемы лишнего веса. А на самом-то деле там нету ничего. На самом деле, действительно, если бы наша героиня надела облегающую майку, мы бы, скорее всего, все сказали «Ах!». И действительно был бы эффект. Сначала вошла грудь, а потом вошла Аня. Но только в этом-то эффекте нет ничего плохого для Руслана. Я думаю, что он бы как раз этому моменту порадовался. И пока Аня будет кормить собственными деньгами собственные комплексы, Руслан все больше и больше будет делать то, что они не нравятся, а именно оглядываться на нарядных женщин. Зачем ей эта проблема? Я просто не понимаю. Спасибо большое, Невелина. Посмотрим на второй выход нашей героини Анны Бутенко. Анечка, а этот вариант для чего? Я прислушиваюсь иногда все-таки к мнению мужа. И вот... Брючки для него. Брючки для него и кофточка. Давайте послушаем мужа. Ну вот да, вот примерно что-то я хотел это и видеть. Но только постоянно. То есть она угадала. Да, да, да. Вот видите, вы непритязательны. Это приятно. Да. С вами легко работать. Что скажет заслуженная артистка России Елена Валюшкина, актриса? Вы знаете, мне уже нравится больше, Ань, честно. Вот туда, в каком-то... Да, в том верном направлении. Мне кажется, единственное, у вас такие вишенки, вишенки-глазки, и при ваших этих вишенках этот цвет вам совсем не уйдет. Браво, Елена, абсолютно верно. Абсолютно верно. Вы знаете, вот эти оттенки морской волны, они очень хороши сами по себе, но для другого типажа. Вот я вижу Надежду Бабкину в этом цвете очень много раз. И она в нем сияет. Но все остальное расскажут мои коллеги. Ступайте переодеваться, дорогая. Надежда. Она молодец. Аню надо защитить в том плане, что она старается, она хочет. Она хочет. Она понимает, что все недовольны вокруг, а она не знает, о чем, собственно, недовольны. Пойду-ка я еще одни брюки куплю. Невелина, вам слово. Знаете, вот у меня приятельница одна есть, которую я знаю в море времени. Сначала она даже была моей наставницей в свое время, когда я только начинала на радио. Она небольшого роста, у нее хрупкие запястья, у нее хрупкие щиколотки, красивая женщина, тонкий нос, прекрасный профиль, темные волосы. Ну, полная. Я всю жизнь была в этом уверена, начиная с нашего знакомства. Когда однажды, уже много лет минуло, я приехала к ней на день рождения на дачу, и она вышла к гостям в облегающей одежде и в пеньюаре, в таком красивом халате, шелковом, роскошном, под которым я, поскольку я уже профессионально занималась модной журналистикой, с изумлением увидела феерическую фигуру. Большую грудь при небольшом росте, а она выглядела очень крупной. Тонюсенькую талию, малюсенькие бедра и длиннейшие для этой пропорции ноги. Я вот на это посмотрела широко открытыми глазами и спросила ее тихонько, почему же она всю эту красоту прятала. Выяснилось, что стесняется всю жизнь размера своей груди. Вот у нашей героини та же самая проблема. И сейчас она демонстрирует себя куда более крупной, нежели является на самом деле. Я уверена в том, что мы получим огромное удовольствие от созерцания этой молодой женщины в платье. И даже несмотря на то, что она молодая мать, полтора года всего ребенку, я более чем уверена в том, что у нее широчайшие возможности в области платьев, в том числе приталенных, в том числе и довольно облегающих. Спасибо большое, Увелина. Ну что ж, мои дорогие друзья, сейчас давайте посмотрим на третий выход Анны. Пожалуйста. Анна, дорогая. Хотели в платье? Да, ну в платье, платье рознь. Выслушаем мнение супруга. Вы довольны? Нет, не довольны. А почему? Потому что сменился только окрас платья, больше ничего. Это как тот в ковровом стиле, это теперь у нас чуть в другом. Не понравилось. Ничего не поменялось. Давайте вызвучаем нашу гостью Елену Валюшкину. Анечка, забудьте. Вот все, сходили. И забудьте. И забудьте, да. Потому что вот, ну ошибка, ошибка, да. Большая грудь тянет за собой вот эти все свободные формы. А вам нужно вот про эти свободные формы внизу просто забыть. Я думаю, и я очень хотела увидеть, конечно, ваши ноги. Но вы мне их так и не показали. Они очень-очень маленькие. Вы мне их так и не показали. Потому что, конечно, вы девушка для платья, но для другого платья. Для другого фасона внизу, понимаете? Это совсем не важно. Спасибо вам, Елена. Спасибо. Дорогая, выслушаем все вместе народную артистку России, Надежду Бабкину. Аня, правда, тебе идут платья абсолютно не этого покроя. Мне очень понравились бы на тебе платья, знаешь, какие, которые так же приталенные, но с такой юбочкой, какой-то красивый рукавчик. Ну что ты, яркий. И тогда бы он затрепетал, ммм, проказник Руслан-то твой, понимаешь? И тут же ты стала бы его любнивать. Спасибо большое. Спасибо. Увелина, вам слово. Знаете, я вами восхищаюсь. Вы очень умная женщина, потому что вы вступили в брак по расчету. Это, как правило, самый крепкий брак. Но самое интересное, вы рассчитали-то правильно, ведь все получилось именно так, как вы запланировали. Я думаю, что если вы сами представите себе, каким будет продолжение этого вашего семейного пути, вы прекрасно поймете, что выиграв на первом этапе, вы ни в коем случае не должны проиграть на последующих. Постарайтесь забыть о своих комплексах, потому что это главное, что вам мешает сейчас в вашей семейной жизни. Спасибо большое, Эвелина. Спасибо, Анна. Ну, а сейчас настало время отправить вас в самую святую святых модного приговора, в волшебную комнату наших стилистов. Вступайте туда мигом, рысцою и возвращайтесь к преображенной. Что именно придумают наши стилисты для Анны, увидим очень скоро. Не переключайтесь, будьте всегда с нами на Первом канале. Я, как ваш визажист, рекомендую не забывать о коже лица и шеи, поддерживать тонус, не допускать появления морщин. Крем «Коллаген либридерм» – это то, что нужно вашей коже. Она подтягивается, разглаживаются морщины, а контур лица становится четче. Это программа «Модный приговор» на Первом канале. Мы служим дело о том, почему зверь от ловца бежит. Итак, наша героиня Анна побывала в волшебной комнате стилистов. Еще не видела нового образа в зеркале. Давайте поддержим Анну аплодисментами зала. Анна на подиум. Анна на подиум. Анна, какое перевоплощение? Я прям даже себя не узнаю. Не может быть. Вы удивлены. Да я себя такой никогда в жизни не видела. Давайте спросим мнение вашего мужа, Руслана Бутенко. А я вообще не узнаю. Это моя жена? Нет? Ваша, Руслан. Просто обалденно. А это теперь ей уже решать, Ваша, она же дальневая. Да, теперь я уже задумался. Наконец-то. Замечательно. Да, теперь я никуда ее не отпущу. Да, поменяйте сейчас ролями. На корпоратив возьмешь теперь. Да. Давайте спросим мнение Максима, друга и коллеги по работе. Максим. Это мега крутое перевоплощение. Я надеюсь, что сегодняшний день у тебя начнется новая жизнь. И я настаиваю, чтобы не ты ревновала Руслана, а чтобы уже он ревновал тебя. Конечно, это мега круто. Спасибо. Я не отпущу. Анечка, оставьте букет цветов на столе, ступайте переодеваться. Давайте спросим мнение у Любови Бутенко, свекрови. Пожалуйста. Я хочу сказать, что Анечка мне и так как бы нравилась. Она хорошая невестка у меня, но в таком образе она просто красавица. А ваши стилисты, это просто, ну, браво им, браво. Спасибо большое. Спасибо, Любовь. Спасибо. Надежда, ваше мнение? Прекрасное мнение. А наши стилисты просто волшебники. Понимаете? И костюм, который продумали стилисты, великолепен. Знаешь, и то, что у нее такие и ножки изящные, и грудь шикарная. Этим надо достоинством гордиться, пользоваться. Прическа. Мне очень нравится ее цвет волос сейчас. Восхищена. Спасибо большое. Эвелина. Я же говорила о том, что это будет совершенно феноменальная картина, когда Аня наденет топ по размеру. Посмотрите, аж тростиночка. Узенькие бедра, роскошная грудь. Она стесняется, она сутулится, она хочет ее прикрыть, припрятать. Да, это феноменальное явление. Да, она абсолютно отличается от окружающих. Да, разумеется, на нее все будут оборачиваться на улице. Ну и пусть этим же нужно гордиться. Самое важное в мире – это разнообразие. Все люди разные. И та ее особенность, которая отличает ее от других, она красива. Понимаете? И наши стилисты сейчас это показали. Спасибо большое, Эвелина. Давайте спросим мнение дочери Алины. Алина, пожалуйста. Знаете, я и раньше маме говорила, что она должна лучше одеваться, но сейчас вообще... Спасибо вам. Ну а сейчас, Анна, второй выход. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, я в восторге. Такую красоту. Теперь я могу ходить куда угодно и в театр, и в кино, и гулять, и вообще. Такую красоту надо показывать. Скажи, да, Ань. И я не думала, что ноги будут... Прекрасно. Очень даже красивые ноги. Очень даже. Виктория, пожалуйста. Ты очаровательна. Я рада, что стилисты развеяли все твои комплексы. И я надеюсь, что мы тебя такой красивой будем видеть каждый день. Конечно. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Виктория. Дорогая, ставьте букетик цветов, переодевайтесь за кулисами. Слово народной артисти России Надежде Бабкиной. Ой, какая фигура, девочки. Мы же все облизываемся, глядим на нее и думаем, боже мой, вот это бедрышки, вот это аккуратное вот это все со спины, ножки, все. Даже она заметила, что она красивая. Вот потому у нее и были-то комплексы. Потому она наряжалась вот в эти все непонятные какие-то толстовки и все остальное. Потому что она не верила себе, что она красавица. Но Руслан-то песню-то запел какую, а? Не буду ее теперь никому показывать. Да показывай и сам восхищайся. Спасибо большое, Надежда. Итак, слово эксперту моды Велине Хромченко. Бомбер, юбка, босоножки, все прекрасно, кроме топа. Мне нравится, что он белый, но мне не нравится, что он облакообразный. Мы уже видели Аню в первом выходе с этим прекрасным перепадом грудь, талия, бедра. Это совершенно удивительное явление, его необходимо показывать. Знаете, мне тут стилисты очень забавно написали параметры нашей героини. Размер обуви 36,6. Температура нормальная, все идет хорошо. Спасибо большое, Эвелина. Анна готова предстать перед нами в своем третьем наряде. Просим Анну. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Анна, вы себе нравитесь? Да, очень. Я чувствую себя королевой. Я хочу сказать огромное спасибо вам, стилистам и всем. Я прям вообще даже не узнаю себя. Я такая красивая, что прям в восторге. Дорогая, дорогая Анечка, наша программа призвана почти ежедневно, кроме субботы и воскресенья, дарить праздник и радость многим женщинам. Спасибо вам огромное. И я рад, что вы вошли в их число. Спасибо вам огромное. Выслушай мнение Руслана Бутенко. Я готов жениться еще раз на ней. Давай, женись. Спасибо. Я ее забираю. Спасибо большое, Руслан. Пока мы вам ее не отдаем, модный приговор от Надежды Бабкиной. Мне самое главное нравится, что Аня, глядя в зеркало, увидела себя роскошной, красивой и приняла. Она говорит, это вот та красивая, это я. Конечно, она. Ну а кто же еще? Я тебе счастье желаю. Спасибо вам огромное. Спасибо большое, Надежда. Выслушаем модный приговор от эксперта моды Евелины Хромченко. Вы знаете, я думаю, что наша сегодняшняя программа была прямо вот очень необходима вам вдвоем. Потому что, с одной стороны, вы получили рецепты готовые, с другой стороны, вы получили уверенность в себе. Так и муж ваш получил уверенность в вас. Потому что ему казалось, что он приобрел какого-то непонятного кота в мешке, причем не по своей воле. А сейчас и он, и мы все вместе уверены. Вот говорят, нельзя счастливить насильно, а оказывается, можно. Спасибо большое. Спасибо вам огромное. Спасибо большое, Евелина. Мы с вами подходим к финалу нашей утренней программы. Дворецкие привезите вещи на подиум. Вы, дорогая Анна, оставьте букет цветов на столе. Вместе с вашим кладчем, маленькой сумочкой подойдите ко мне в центр. По традиции я поздравлю вас и пожелаю вам счастья в новой жизни, с новыми нарядами. Скажите, какие наряды вам понравились больше? Те, что вы нашли в магазине. Помните, эту замечательную вот эту размахайку, третий месяц беременности, эти чудные джинсы. Мальчику уже 12 лет, пора переодеваться. Либо вещи от стилистов. Конечно же, вещи от стилистов. Я увиделся в новом свете. А что скажет группа поддержки? Стилисты. Только стилисты. Дочь? Стилисты. Стилисты. Я надеюсь, что зал проголосует в пользу стилистов. Приступайте к голосованию. Продолжение следует... 0% в пользу Анны, 100% в пользу наших стилистов. Эти наряды вам в дар от программы «Модный приговор». Ну что ж, а если вы, так же как продавец мебели из города Видное, Анна Бутенко, захотите стать участником модного суда, отправляйте анкету на сайт Первого канала «Мода.1.tv.ru». Сегодняшнее заседание закрыто. Мы с вами прощаемся. До скорого. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ